Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! 3 февраля. Память святого и праведного Симеона, богоприимца. По свидетельству Божественного Евангелия, царь Симеон был человек праведный и благочестивый, ожидавший утешения Израилева, и Дух Святой пребывал на нем. Ему было возвещено от Бога приближающимся пришествием в мир истинного мессии. Пояснение. После занятия имя Иерусалима многие тысячи иудеев из Иерусалима и его окрестностей, равно как и из Самарии, отведены были пленниками в Египет. Но так как царь милостиво относился к иудеям и дал им даже равные права с македонянами в Александрии, то многие иудеи добровольно переселились в эту страну. Услышав, что закон иудейский получил свое начало от Бога и содержит в себе высочайшую премудрость и самые святые заповеди, царь пожелал иметь его в греческом переводе. Этим переводом он хотел пополнить свою богатую библиотеку в Александрии, а может быть хотел оказать услугу и иудеям, из которых многие от долговременного пребывания в Александрии стали забывать свой природный язык. В Иерусалим было отправлено посольство с богатыми дарами для храма. В письме к первосвященнику царь писал, чтобы он прислал ему старцев, опытных в знании отечественного закона, которые бы могли исправно перевести его на греческий язык. В это время первосвященником был внук Адуя Элиазар. Он выбрал из двенадцати колен Израиля по шести старцев и, вручив им самый исправный список священных книг, начертанных золотыми буквами на самом тонком пергаменте, отправил их в Александрию. Здесь они были приняты весьма благосклонно. Им отвели дом на острове Фаросе, где они и занимались переводом каждый день до девятого часа или до трех по полудни. Перевод был окончен 70 дней, прочитан в присутствии александрийских иудеев и одобрен ими. Этот самый перевод священных книг и называется переводом семидесяти, или точнее, семидесяти двух толковников или переводчиков. Он и доселе употребляется в православной восточной церкви и с него-то сделан наш славянский перевод Ветхого Завета. Конец пояснения. В числе их был и Симеон, как человек, мудрый и хорошо знающий божественное писание. Переводя книгу пророка Исаия, Симеон дошел до слов «Все дева в очреве приимет и родит сына». Читая их, он усомнился, думая, что невозможно, чтобы дева, не имеющая мужа, могла родить. Симеон взял уже нож и хотел вычистить эти слова в книжном списке, изменить слово «дева» на слово «жена». Но в это время явился ему ангел Господень и удержал за руку, сказал «Имей веру написанным словам, и сам увидишь исполнение их, ибо ты не увидишь смерти, прежде чем не умерешь имеющего родиться, а чистой девы Христа Господа». Уверовав в ангельские и пророческие слова, Симеон с нетерпением ожидал пришествия в мир Христа. Он проводил праведную и непорочную жизнь, уклоняясь от всякого зла и пребывая непрестанно в храме Божием. Там Симеон молился Богу, да помилует он мир свой и избавит людей от вселукавого дьявола. Когда Господь наш Иисус Христос по истечении сорока дней по Рождестве Своем был принесен руками причистой своей матери по законному обычаю в храм, в это время пришел туда же и праведный Симеон, вводимый Духом Божиим. Увидев предвечного младенца и родивший его пренепорочную деву, он познал, что этот есть обещанный Мессия, и я есть Дева, над которой должно было исполниться и исполнилось пророчество Исаина. Видя ее осененную небесным светом и сияющую божественными лучами, Симеон со страхом и радостью приступил к ней, принял благомладенца на руки и произнес «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему, с миром, ибо видели, отчима, и спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех людей, свет воскровений язычникам и славу людей своих, Израиля». После этого он пророчествовал о страданиях Христовых и о распятии его, а также и о Богородице, что душу ее пронзит оружие печали и скорби, когда она увидит сына своего, висящем на кресте. Достигнув глубокой старости, Симеон приставился ко Господу. Святые мощи богоприимца были перенесены в Константинополь при императоре Юстинии-младшем. О нем пишет, что он прожил всего 360 лет, ибо Богу угодно было прожить жизнь святого старца, дабы он мог дожить до ожидаемого во все века вожделенного года, когда родился от Девы безлетный сын, которому слава вовеки! Аминь! ПЕСНЯ 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»